Дарья Берг, руководитель отдела помощи и эвакуации проекта «Идите лесом». Сегодня с нами на связи. Дарья, приветствую вас, рада видеть. Добрый день. Добрый день, Дарья. Опять же, повторюсь, нет предела, это сарказм, я знаю, что вы поймёте для наших зрителей. Нет предела совершенства, и вот совершенствуются в возрасте. Решили всё-таки таким образом ещё одно новшество ввести. Первый вопрос очень короткий. Всё-таки мы видим, что Госдума и Кремль ищут пути увеличения количества тех, кто может попасть под понятие призывной возраст, ну и таким образом под мобилизацию. О чём это говорит? Для чего это? Это означает, что всё-таки, хоть и не признаёт Минобороны Российской Федерации, и Кремль не признаёт колоссальные потери, которые несёт армия Российской Федерации на поле боя, таким образом хотят увеличить количество тех, кого можно будет призвать и отправить на войну в Украину. О чём это свидетельствует, Дарья? Абсолютно точно. Повышение возраста свидетельствует о том, что нужно больше людей. Теперь срочники смогут сразу заключать контракт. Соответственно, таким образом увеличится количество людей на фронте, потому что понятно, что и Россия несёт потери, и Вагнер ушёл, и очень много людей гибнут и получают ранения. Нужна ротация. Те люди, которых призвали вот этой массовой мобилизацией прошлой осенью, в сентябре, октябре, ноябре, и дальше им нужно отдохнуть, как бы, да, им нужен отдых. Соответственно, понятно, что откуда-то нужны новые силы. Очередей в военкомат мы не видим, хотя в России активно рассказывают про то, что до сих пор приходят добровольцы, с радостью заключают контракты, очереди в военкоматах и так далее. Но по факту мы очередей никаких не видим. Люди очень не хотят туда идти, обращаются как раз к нам, в нашу организацию «Идите лесом», для того, чтобы мы могли им избежать попадания на фронт. И мы как раз со своей стороны видим, что абсолютно никакого желания у людей нету воевать и умирать. Нету желания воевать и умирать. И действительно, ваш проект, я очень часто просматриваю ваш телеграм-канал «Идите лесом», да, и очень часто с вами имеем возможность пообщаться с Григорием Свердлиным, который очень часто как раз как представитель и руководитель антивоенного проекта «Идите лесом» дает комментарии в отношении как раз вопроса вот этого призывного возраста, что происходит, для чего это и так далее. Но все же хочу вспомнить главу Комитета по обороне Андрея Картополова, который объяснил это нововведение таким образом, я цитирую, и мне кажется, вот просто, знаете, на блюдечке показал, на самом деле, для чего, для кого и зачем эти процессы происходят, что говорит Картополов. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию, и сейчас этой большой войной уже попахивает. Вот так вот говорит Картополов, да, ну вот есть необходимость, есть понимание о том, что мы будем продолжать воевать, будем продолжать вести эту вероломную войну, эту агрессивную войну, но для этого нам нужны вы. Вот, пожалуйста, вот вам сегодня 28, вы думали, что не попадаете под призывной возраст, но нет, вот именно вы, Александр, Дмитрий, которые нас сейчас смотрят, вот уже с следующего года Картополов считает, что и уже Госдума так решила, вы тоже попадаете под призывной возраст. Вот такое вот объяснение Картополова, тоже хотелось бы у вас, Дарья, спросите, вот так вот, когда прямо отвечает депутат Госдумы, о чем это говорит? Вы знаете, это удивительно, действительно, вот эта прямая цитата, которую вы привели, она меня поразила, потому что тут уже как будто бы ничего не скрывается, да, говорится вообще абсолютно прямым текстом с экранов телевизоров о том, что у нас большая война оказывается, а никакой не СВО, на минуточку, да, что у нас общая мобилизация, а не частичная мобилизация, что война уже вот-вот как бы у наших дверей, хотя до этого вообще таких разговоров не было, и действительно стоит просто послушать Господина Картополова и станет все понятно, зачем это нужно, зачем вот это увеличение возраста, зачем увеличение штрафов, совершенно сумасшедшие сейчас стали штрафы, точнее начнут действовать с 1 октября, зачем всем запрещать выезд за рубеж? Знаете, мне кажется, что они делают такую работу над ошибками после вот начала мобилизации, потому что когда началась мобилизация, люди побежали, и мы видели все эти очереди невероятные в Казахстан, в Грузию, люди вот скупали билеты очень дорогие, и вот всеми правдами-неправдами старались покинуть территорию России только чтобы не получить повестку и не пойти на фронт. Сейчас явно вот законодательная база уже подготовлена для того, чтобы максимальное количество людей остановить, не дать им этого сделать, и все-таки затащить всеми правдами-неправдами их на фронт, потому что мы постоянно получаем сообщения о том, что на срочников давят, заставляют подписывать контракты, и, конечно, если это какие-то молодые мальчишки, там, 18, 19, 20 лет, они совсем не знают свои права, им, если им говорят, что, там, не подпишешь, будет уголовка, не придешь по повестке, будет уголовка, хотя это неправда, то они, конечно, на это идут. Плюс их уговаривают большими зарплатами на контракте, зачем тебе служить в срочную службу, вот иди по контракту работай. Но при этом никто не говорит про то, что контракт будет разорвать невозможно. С начала мобилизации, с 21 сентября 2022 года невозможно в одностороннем порядке разорвать контракт с Минобороной. Теперь, если ты один раз подписал контракт, то ты находишься в рабстве у Минобороны. Других вариантов у тебя нету. И нам постоянно поступают обращения от кадровых военных, от тех людей, которых мобилизовали, которые говорят, я больше не хочу там находиться, это не наша война. Мы не хотим убивать, как мне оттуда выбраться? Я вот болею, может быть, мне встать на учет в психдиспансер, может быть, еще что-то придумать. Вариантов легальных разорвать контракт сейчас не существует. И я уверена, что со срочниками будет то же самое. Хоть они и говорят, что для срочников будут годовые только исключительно контракты, но мы все знаем, что верить Кремлю нельзя. А вот ровно обратное будет, конечно, эти все люди останутся там до того момента, пока они либо не погибнут, либо не получат очень серьезные ранения, которые уже несовместимы с тем, чтобы воевать. Дарья, я продолжаю наше с вами общение. Я действительно, как уже говорила, очень часто просматриваю телеграм-каналы «Идите лесом». И вот как-то выпала из общего обсуждения тема утверждения формы повестки новой по мобилизации. Я бы хотела, чтобы вы немножечко тоже проанализировали. Вы отмечаете внимание, что первое, на что хотели бы обратить внимание, в этой форме нечастичное слово «мобилизация» перед словом «мобилизация». О чем это свидетельствует, это первый вопрос. И второе, в тексте есть фактически прямая угроза административной уголовной ответственности за неявку военкоматы. Как раз администраторы вашего ресурса утверждают, что это такой специальный трюк, который якобы будет применен, чтобы заставить людей все-таки прийти в военкомат. Заставит ли это людей, как вы считаете, прийти в военкомат? И вам слово. Да, ну отвечая на первый вопрос, действительно нету приставки частичной мобилизации. Мобилизация, я хочу отметить, что как только Путин подписал указ о мобилизации, она уже действует до отмены этого приказа. То есть нужно подписать следующий приказ о том, что мобилизация закончилась. Поэтому не нужно будет еще раз говорить там частично, не частично. Все, надо принять тот факт, что в России мобилизация, действительно, она как бы общая. Понятно, что пока что она не такая массовая, как она могла бы быть, но такая опция у власти теперь есть, и есть она с сентября прошлого года. Но хочется сказать, что вот все все время говорят про новую волну мобилизации, какая-то вторая, третья, пятая, десятая. На самом деле она вот как началась, эта первая волна, она так и идет. И мы наблюдаем по обращениям к нам в наш бот и детелесам, что людям также приходят повестки, просто не так массово. Это первое. А второе, это то, что да, действительно, в повестке написано, что если вы не явитесь в военкомат, то вас ждет административная или уголовная ответственность. И вот слово уголовная, это абсолютно вранье прямо на бумаге. Мы проконсультировались дополнительно еще раз с юристами. Никакой уголовной ответственности за неявку по повестке нет. Есть штрафы. Штрафы теперь большие, 30 тысяч рублей за неявку по повестке. А это административная ответственность. Уголовной ответственности нет. И я хочу отметить, что вот эти штрафы, они, конечно, направлены на то, чтобы людей запугать. Эти формулировки в повестках направлены на то, чтобы людей запугать. И как можно больше людей, поддавшись панике, все-таки придет в военкомат. А там их уже готовенькими возьмут. Там они знают, что делать для того, чтобы окончательно людей сподвигнуть, подписать контракт и отправить на войну. У них это отлично получается. Они умеют давить, манипулировать, врать и работать как бы подсознательно с гражданами, которые не знают своих прав, боятся людей в форме и так далее. Поэтому, конечно, это все направлено на запугивание населения. Но я хочу еще отдельно сказать, что даже когда штрафы пока еще меньше, это от 500 до 3000 рублей за неявку по повестке, вот этих штрафов самих по себе было довольно мало. То есть им намного проще работать массово. Вот массово 100 человек взяли, 100 человек отправили. Один там какой-то отвалился, не пришел по повестке, бог с ним. Мы за это время, пока мы будем выписывать ему этот административный штраф, это куча бумажной работы, мы лучше пойдем и еще 100 найдем. Поэтому, конечно, я призываю всех в любом случае не ходить по повесткам в военкомат, не делать этого. Потому что, скорее всего, штрафа вы так и не получите, но зато вы не уйдете, не будете убивать людей и не будете сами погибать на войне. 14 апреля, напомню, как раз Путин подписал закон об электронных повестках в армию для россиян. Ну и хочется добавить, что за день до начала весеннего призыва россиян таки ждал этот сюрпризик. Генштаб Российской Федерации сообщил о нововведении, согласно которому военкоматы будут рассылать повестки не только в бумажном, но и в электронном виде через единый портал государственных услуг. Все документы в электронном и в бумажном виде теперь имеют одинаковую юридическую силу. Кроме того, в случае неявки в военкомат военнообязанный может получить запрет на вождение авто, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов. Ну и вот и несколько дней назад правительство раскрыло детали электронного реестра повесток, я смотрю. Озвучено, что будет создан электронный реестр повесток, где у граждан таки будет этот свой личный кабинет, детали нового портала раскрыли в правительстве. А я хочу вспомнить Deutsche Welle, который называет электронный, материал называется «Электронные повестки сделали россиян военным имуществом». Вот так вот вроде бы коротко, но на самом деле очень емко и очень точно и лаконично. Если мы говорим об электронных повестках, насколько я понимаю, что на полную эта система должна заработать уже следующего года на самом деле. Но вот что происходит? Как вы считаете, многие ли удаляют свою всю информацию, насколько это возможно, из реестра услуг? Напомню, единый портал государственных услуг. Как действуют россияне, которые хотят избежать этих процессов? И да помогает ли им удаление с этого портала, избежать этой участи? Нет, абсолютно никак не помогает. Можно не удалять. Это не будет иметь никакого смысла, потому что это очередное вранье. В апреле говорили про то, что у людей будет 7 дней с момента попадания в реестр. И только тогда им будет закрыт выезд. Теперь, когда заработает специальный реестр повесток, выезд будут закрывать сразу с момента публикации информации об этой повестке в этом реестре. Хотя вот недавний закон, он предполагал совсем другое, что запрет на выезд будут накладывать только через 7 дней. Ну, понятно, что верить ничему нельзя. Не совсем ясно, как будет выглядеть этот реестр. Но понятно одно. Вот эта бумажная повестка, она, по сути дела, теперь не имеет смысла. Потому что как только тебя внесли, вашу фамилию внесли в реестр повесток, вам сразу же закрывается выезд. У вас нет никаких 7 дней. И более того, вы можете сразу об этом даже не узнать. А узнать это постфакту. Поэтому теперь каждый человек абсолютно находится в зоне риска. И может в любой момент, как только этот реестр заработает, узнать, что ему закрыт выезд за границу. И это, конечно, абсолютное поражение в правах. Это такие вот как будто бы отношения к людям как к рабам, действительно. Тем более, что потом дальше есть следующее ограничение. Нельзя брать кредиты, управлять своей недвижимостью, водить автомобиль, открывать ИП, ИОО. И это, конечно, все свидетельствует о том, что как раз-таки людей очень хотят максимально запугать, максимально загнать в рамки для того, чтобы люди все-таки по этим повесткам приходили, сдавались и шли просто на убой, на войну. Дарья, и тогда в финале нашего с вами общения как раз телеграм-канал ИДИТ, проект, участником которого вы являетесь активно, предлагает все-таки ряд пунктов. Они есть. То есть сегодня еще пока есть ресурсы, механизмы, каким образом избежать процесса мобилизации в Российской Федерации. И вот недавно вы предложили, ваши коллеги, вы предложили помощь по пунктам, разложили, каким образом быть тем, кто не собирается уезжать из Российской Федерации, но не хочет попасть под процессы мобилизационные. Ну вот не ходите в военкомат, это первый пункт, который вы предлагаете. Это, наверное, ну вроде бы не сложный пункт, но на самом деле для того, чтобы не ходить в военкомат, еще необходимо ряд действий сделать. Ну, возможно, все-таки определенным образом сменить на время, хотя я не понимаю, насколько на время, потому что уже никто не видит в граничащих определенных сроках, когда все-таки Россия начнет отступать и прекращать военные действия на территории суверенного государства Украина. Но что вот еще можно сделать? Какие у вас есть советы тем, кто не собирается выезжать из территории Российской Федерации, но и не хочет попасть под вопросом мобилизации? Да, если вы не в состоянии, да, если вы не можете покинуть территорию России, то, безусловно, нужно подготовиться к вот этим ужесточениям этих мер, потому что понятно, что теперь будет все сложнее и сложнее избежать мобилизации, потому что вот мы сегодня не затронули, но еще теперь и компаниям накладывают определенные санкции, очень большие штрафы, 400-500 тысяч рублей за то, что они не сообщат о том, что у них есть сотрудники, которые могут подлежать мобилизации, не передадут эти списки, не передадут повестки этим сотрудникам, гигантские штрафы компаниям и даже те компании и организации, которые против войны, которые всячески старались прикрывать своих сотрудников, платили даже эти небольшие штрафы, до этого это было в районе 5 тысяч рублей, и некоторые организации шли на это для того, чтобы защитить своих сотрудников. Теперь, конечно, штрафы сумасшедшие, и понятно, что справляться придется исключительно своими силами, тут рассчитывать ни на кого не нужно. Действительно, конечно, в первую очередь мы всегда говорим о том, чтобы ни в коем случае вы не ходили в военкомат, не открывали дверь незнакомым людям, желательно не жить по месту прописки и регистрации, сделайте нотариальную доверенность на кого-то из родственников или друзей для того, чтобы они могли представлять ваши интересы, для того, чтобы, если вы против своей воли, оказались в военкомате и дальше там на сборном пункте и на линии фронта, ваши родственники или друзья могли представлять ваши интересы в суде, бороться за вас и за то, чтобы вас все-таки оттуда вернули. Это тоже очень важно заранее сделать. Конечно, сохраните себе контакты, телефоны правозащитников, список организаций, которые мы указали у нас в нашем канале Детелесом. И всегда носите с собой заполненные заявления на АГС, на альтернативную гражданскую службу в нескольких экземплярах. Это не спасение. На альтернативную гражданскую службу вас никто не переведет. Я хочу отдельно это отметить. Но зачем мы это рекомендуем? Зачем это нужно? Для того, чтобы у вас было время затянуть этот процесс. Когда вы начинаете быть неудобным для системы человеком, в том числе подавать заявление на АГС, уточнять у всех в военкомате звания и должности, как их зовут, требовать военного прокурора, говорить, что у меня вот сейчас уже мой адвокат сюда выезжает, мы уже написали заявление в вышестоящей инстанции на то, что вы там меня незаконно задержали, какие-то нарушения обнаруживать при задержании и доставке в военкомат, вот это всё делает из человека очень неудобного призывника, которого хочется бы скорее отправить куда-нибудь подальше и заняться другими. Поэтому будьте неудобными, отстаивайте свои права, ну и мы всегда, конечно, придём на помощь. Выдите лесом, можете писать, если вас незаконно мобилизуют, если у вас есть вопросы, или если вы уже оказались на линии фронта и хотите дезертировать, мы также помогаем. Дарья, ну вот есть те, кто остались, да, по ряду определённых причин, и те, которые как раз услышат ваши советы, но есть те, кто и выехал, а у них, оказывается, тоже вопросов достаточно много. Один из самых популярных, то, что я промониторила как раз у вас на сайте, потому что есть телеграм-канал, есть сайт и так далее, это всё-таки два вопроса. Зачем сниматься с воинского учёта и как это сделать, находясь на территории другого государства? Я напомню зрителям, что в старой редакции закона, связанной как раз с этим процессом, было указано, что человек должен лично был прийти в военкомат, чтобы сняться с воинского учёта. Однако на практике всё-таки есть сотни случаев, когда военно обязанны делали это за границей, находясь, и поправки, которые вступили в силу, вовсе прямо разрешают вставать на учёт и сниматься с него без личной явки граждан в военный комиссариат. Во-первых, давайте расскажем, зачем всё-таки сниматься с воинского учёта, если ты находишься на территории нероссийской федерации, если ты не снялся с воинского учёта, чем это чревато, ну и такие практические советы с вашей стороны, как бы тем, кто находится на территории другого государства, но тоже не хотел бы даже быть, ну скажем так, прямой ниточкой, связанной с военкоматами в Российской Федерации и с мобилизационными процессами. Да, у нас есть отдельная база знаний, в которой есть большая статья, которая называется очень просто, как сняться с воинского учёта, если вы за границей, или если вы собираетесь уезжать, как бы и зачем это нужно. Действительно, сейчас есть такая возможность, хотя мы наблюдаем, что некоторые военкоматы отказывают гражданам в том, чтобы сняться удалённо с учёта, но тем не менее это возможно, уже много людей использовали эту лазейку, действительно теперь это можно, удалённо это до сих пор сделать фактически нельзя, но это можно сделать по доверенности. Поэтому вы можете оформить доверенность, отправить её в Россию, ваши родственники за вас смогут это сделать, немножко как бы пободавшись с военкоматом, но тем не менее это возможно. И всем рекомендуем, безусловно, это сделать, для того, чтобы вы уже не переживали, если вам нужно приехать навестить на неделю бабушку, или вообще вы понимали, какой у вас статус, потому что теперь самое главное, вот то, про что мы говорили, как только вы оказываетесь в реестре повесток, вам уже автоматически закрыт выезд за границу, и вы можете даже об этом не знать. Если вы заранее сниметесь, будучи за границей с военского учёта, вас это уже не будет касаться, вам это не будет грозить. Дарья, вам огромная благодарность, как всегда, за участие в нашем эфире, за конструктивный диалог. Я напомню нашим зрителям, Дарья Бирк, руководитель отдела помощи, эвакуации проекта, и Дитя Лесом была с нами на связи, мы говорили о тех новшествах, которые связаны с вопросом мобилизации, призамовного возраста, о тех решениях Госдумы, и как сказал депутат Госдумы Картополов, впереди большая война, он так утверждает, поэтому, ну, фактически, прямым текстом говорит, что нам вас не хватает, от тех, кто проживает на территории Российской Федерации. Помните, лучше все-таки не участвовать в военных действиях на территории суверенного государства.